друзья всем привет мы находимся с вами на кросс-контрейные гонки круговой медная это четвертый этап медного кубка он состоялся 11 августа меня зовут милика сергей и я поеду меньшую часть этого марафона так сказать всего два круга и так сейчас нам дают старт и мы помчали гонка достаточно интересная трасса после дождей очень скользко земля мокрая вот мы едем небольшим составом я тут поехал в конце по кочкам аккуратно стараемся обогнать ребят поначалу здесь так прямо в горку и по сенгу и соответственно здесь нужно просто не падать не останавливаться и не попадать такие вот затыки я пришел спрыгнуть и сбоку пробежать но потом понял что здесь пробежать не удастся поэтому пришлось запрыгивать обратно трасса очень интересная есть много классных моментов и скоростных спусков и технических участков проездов мостиком проезды по траншеям вот сейчас мы проезжаем такие кочечки на трассе очень много таких волнистых участков есть также кикеры некоторых местах они были неожиданны для меня эту трассу я и раньше ездил но немножко подзабывали то есть получается разгоняешься и сразу задыкаешься поэтому вначале нужно было просто выехать из этого сенгу напомню я еду в категории м light это всего два круга один круг гонки составляет порядка 6 километров но поверьте даже одного круга здесь достаточно чтобы уплакать оп аккуратно вот здесь первый опасность участники впереди не рассчитали силы кувркнулся идет я тут тоже чуть не улетел во время затормозил сразу направо и через первый мост очень скользко вел и шоу юзом хотя у меня покрышка шпальба она достаточно хорошо справляется с такими ситуациями но здесь я тоже просто от неожиданности решил прыгнуть и побежать через мостик чтобы не терять позицию таким образом парк человека погнали завали и начинаем выходить на гравийную трассу если я сразу же ныряем такую пешеходную здесь кстати по этой местам очень любят катать мотоциклисты поэтому в некоторых местах трассы могут быть разбиты или вообще колея проделана колесами и сейчас будет в конце этой гонки будет небольшой такой подъемчик техничный в который нужно правильно заезжать на скорость чтобы не уткнуться передо мной мой конкурент это звенью какие-то мы с ними едем в принципе с одинаковой мощностью хотя в некоторых моментах он меня обгоняет нет я его обгоняю достаточно интересный свет и интересные такие с ним вот этот участок здесь нужно быть аккуратным кстати лужа хорошо чтобы дожди были давно и это ужасно здесь еще один такой мостик здесь нужно не терять скорости чтобы нормально выезжать здесь вот я решил взять по радиусу и очень кстати хорошо то есть не потерял ни скорости не пришлось тормозить на трассе кстати много будет таких круговых поворотов с наклонами большими мне не очень понравились но к ним нужно быть готовым иногда в пахах так вот вылетаешь на такой круг и не успеваешь подготовиться я обычно в такие повороты влетаю на скорости при этом выставляю ногу в сторону поворота если что просто на ногу встать чтобы не улететь в бок корешки здесь тоже такие моменты что нужно уметь правильно заезжать по корням есть диагональные корешки по которым у тебя колесо особенно в дождливую погоду у такого мокрый саду обязательно поедет к этому нужно быть всегда готовым и стараться корешки перепрыгивать то есть не наносить не держать большой вес участники впереди быстро от нас оторвались мы едем достаточно небольшой на самом деле скоростью просто держим большой кадр здесь пока что пологий участок и ныряем снова в лес здесь будет круговые повороты есть места где прям нужно нырять от дерева и это еще и в поворот достаточно такие суровые повороты хотя организаторы люди пишут что это не особо техничная трасса но как по мне она нормально здесь есть места где нужно очень хорошо поработать я перед гонкой посмотрел тоже видосики чтобы освежить память информацию понял что это достаточно такая пологая гонка камней здесь нет как это было выборской гонки где я пробил свет оба колеса потерял просто все свое время вот я здесь гоняя никиту думаю поработать первым номером вроде бы хорошо пошло на что-то так начал разгоняться что очень тяжело стало в повороты пришло ходилось оттормаживаться потом опять разгоняться что-то как-то рва на себя начало вести соответственно на эти вот ванны участке просто потерял силы вместо того чтобы также равномерно платить как я это делал для этого здесь корешок нужно на него запрыгнуть и дальше давить трасса достаточно накатистая лужи очень не очень сразу забивают систему песок попадает на цепь звездочки я в этот раз передать и гонка решил что это как-то вообще поленился полностью забил на то не почистил цепь ничего не смазывал последняя тренировка у меня было до за день до этого соревнования я накатал 70 километров но я катаю питере соответственно это пологие участки вокруг зенит арены катаю при круге 6 7 кругов это эту тренировку даже немного удержался там разогнался до 50 километров на прямой вот и соответственно следующий день после тренировки отходняк может собой поэтому что-то как забил на подготовку вела думала и так себе колеса сперва накачал по максималке это где-то по моему по моему 50 psi максимальное давление которое можно закачать мои баллоны но на гонке я их спустил спустил я думаю по ощущениям где-то до 30 идти чтобы прикататься по камням и камешком которые там были на парковке я решил спустить потому что в принципе чуть терять два круга 6 километров и ладно кишечку дойдусь и пробьюсь уже не буду латать так никита меня снова обогнал все-таки ехать в компании гораздо приятнее и интереснее хотя надо заметить что в некоторых моментах мы что-то как-то совсем расслабились то есть до этого например хотели очень активно 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 педалируя держа хорошую скорость но потом как-то вот момент где друг друга нагоняли догоняли соответственно потом отдыхали и читал как-то отдыха был достаточно долго но принципе едем спуске вот один из поворотов такой очень опасненький который если не знаешь можно просто улететь туда вниз вот поэтому нужно быть готовым закладываться в этот поворот и сразу же вверх надо отметить кстати я в этой гонке почти ни разу не вставал и все время ехал сидя на средней подвеске в принципе сдутые колеса средняя подвеска подкачаны аморкс он меня устраивало двери хотел очень хорошо а единственное что меня начал беспокоить по моему на втором круге так это то что мне попало много песка земли в систему цепи у меня все начало сидеть и работать на тут я любую горку здесь заезжаю на 52 меньше чуть меньше звездочки без проблем не встаю хотя некоторые моменты по моему я вставал здесь я устал кстати перед гонкой решил так по прикатывать по прикатывать просто по асфальту чтобы старту у меня пульс был разогнут 160 170 ударов именно на старте решил попробовать лишь думаю это был интересный опыт то есть организм сразу был готов хорошо вкручивать и я не ощущал никакой там ни одышки ну все было четко единственные такие моменты хорошие спуски здесь кикер бабах потом еще один неожиданно я то есть когда на них выехал я не успел отдернуть переднее колесо у никиты кстати последний этих призем призема что-то там начало скучать звенеть такое ощущение что там что-то было с задним переключателем или скосиком я не знаю короче звук был неприятный я сразу понимаешь ну в принципе если он не сломается он меня еще нагонит а я тем самым сначала думаю так трамплин раз хорошие очень жалко что нету фотографа не было ни одного по ходу фотографа то есть вот так из гонки вообще не в общем у него там приключилась и я думал минут пять-десять что-то там устранял и эти минуты я в принципе использовал но потом все равно понял что принципе чё париться эта тренировочка в режиме гонки я вроде бы еду на нормальной позиции хотя впереди не непонятно сколько человек вперед уехала вот поэтому что-то я как-то приуныл и расслабился вроде бы ехал хорошо но ехать одним чуть скучно и я и умер тут вообще ели как-то горку заехал даже где-то пришлось прыгнуть свела а и здесь она не скрыгнул сделал потому что города там не попал в передачу еще и надышался ну то есть что-то как-то это дыхалку сбил вот когда едешь один и едешь 1 или едешь первым номером здесь нужно либо очень хорошо знать трассу либо и прикатать потому что те кто и сзади тебя они получают преимущество в том что они понимают видят такие впереди есть участки моменты и заранее могут оттормозиться или там подготовиться сгруппироваться от и когда я не верю номером ты летишь с одной стороны вроде бы хорошо тебя никто не тормозит впереди но с другой стороны ты если слишком сильно летишь тебе приходится оттормаживаться тормозить а потом заново раскручивать колеса это вот в таких лесных тропах достаточно тяжело здесь разные контур уклоны не нужно быть готовым но в принципе я по видео все это посмотрел других участников два прошлого года по моему в прошлом году кстати я тоже эту гонку по моему не было здесь два круга был один круг или я ее не ехал вовсе или я ехал все круги не я вряд ли значит кросс-контрейную гонку которая вот проводит x news я езжу половину точнее самой меньшей категории так как они прокладывают трассы достаточно такие ухабистые то есть нету каких-то скоростных трасс по моему то они все время в лесных участках гравийных то есть подъем и спуске душу всю вытрясет поэтому ну как-то не хочу в общем-то совсем умирать и тем более бороться с сильными участниками и умирать все равно приедешь последним а здесь хотя бы на таких лайтовых есть возможность может быть побороться за какое-то место но и в любом случае это уже какой-то азарт и приятнее и интереснее ехать когда есть азарт они когда ты понимаешь что ты просто доживаешь вот начинаются классные спуски я здесь хорошо покатался кикеры можно пропрыгать здесь главное не зевать потому что достаточно хорошо прыгается но можно в поворот какой-то не вписаться но если гоночку прикатать раз катать здесь можно очень хорошо валить особенно на 2 подвесики с хорошая покрышечка с хорошим зацепом если вписываешься в эти радиусы поворотов и заранее знать то очень можно хорошо на гонках у меня кстати вот дыхалка она обычно у меня нормализуется где-то после 10-15 километров а здесь всего 6 километров поэтому я все время ехал в таком как показывает статистика она и ровном или каком-то там режиме короче когда ты в основном спринтуешь и у тебя дыхалка постоянно работа 10 классный участок в бабах и не вписался между двум деревьев кстати да вот на протяжении всей этой гонки я думал что у меня слишком широкий руль то есть было такое желание укоротить его потому что все время где-то приходилось вилять между деревьев чтобы не зацепиться и здесь тоже вот я приложился от дерево ободрал себе руку но такие участки здесь это только малая часть достаточно много так как еду один позволяю себе постонать поумирать после таких ударчиков если бы ехал в группе то здесь конечно же стиснув зубы сразу же встегиваешься сразу же работаешь а тут можно и пожаловаться на жизнь пулить как больно от столкновения с деревом что поделать эта гонка надо быть готовым любым моментом проехал уже судя по метрике всего всего не уже всего три километра все еще еду один скучно сзади никого некоторых моментов все время оборачиваюсь проглядываю если кто-то нагоняет ли меня кто-то но никого сзади не и спереди тоже никого нет участники на старте очень хорошо драпнули вперед и соответственно след их простыл кстати пульс на протяжении всей гонки у меня держался 170 куда то есть по-моему меньше он не падал реально организм собрался и работу здесь вот еще один мостик я его решил объехать по левой стороне думаю от греха подальше трасса мокрая организатор говорили что по мостикам нужно ехать очень аккуратно все скользко но я что-то как-то на это не особо сначала обратил внимание но потом я пожалею что можно сказать по полным кругом значит лидеры точнее более сильные соперники едут 4 круга по этой трассе как обычно так как это круговая гонка то здесь кстати классный участок отвлекусь мне он понравился здесь можно было хорошо так разогнаться и потом такой круг он кстати по моему метрику я наложил очень криво и она не совсем правильно показывает видео неправильно я метрику накладывал через карминовскую программу верт по моему называется и что-то как-то на очень калично работает там где опция синхронизировать видео с метриками нет не отображается карта то есть я просто наугад пытался подобрать время момент старта момент включения записи точнее момент начала движения на моих спортивных часах и все же это криво печаль ну все равно с метрикой гораздо приятнее ехать вот еще один мостик это уже 2 длинный мостик я здесь решаю ехать по нему вроде бы все нормально вроде бы все сухо но чертов поворот из-за дерева которое справа мне пришлось его огибать по левой части и просто резина просто соскользнула я очень хорошо приложился приложился можно сказать самым-самым приличным местом и прямо на такие хорошие углы то есть отбил себе живот очень сильно не сразу заметил что у меня камера показывает вниз ходил себя какое-то время опять же пока едешь пока не лишь один можно поныть и пожаловаться на жизнь было бы это все в гонке конечно здесь уже заткнуться бы не сквозь буду шипе а ехал куда я так ну давай давай камеру поправить увидев камера какое-то время еду проверяя кости свои но быстро понял что вроде бы без последствий и включаясь дальше уже коварные здесь вот хотел попробовать проехать но у меня счет здесь кстати тоже очень резкий поворот сначала я его еду по внешнему радиусу на втором круге я его постараюсь проехать что-то как-то накат у меня пропал после падения очень хочется поставить на велик 29 колеса но к сожалению рама не позволяет если были 29 колеса я вот эти вот участки пролетал бы я думаю просто на ура больше колесо легче проезжать все эти ковыряловы плюс накат наверно хотя в повороты было бы наверное тяжелее но блин кстати да хочу попробовать одну из гонок проехать на гравийник вот что-то как-то заинтересовала меня эта тема с отбиванием костей рук в жопу и вообще всего хочется попробовать как гонку именно в таком гоночном режиме на гравийнике но только по трассе которая не вот таким количеством корней подъемов а более такая лайковая но к сожалению такого велика у меня нет упасть пока бюджет не позволяет поэтому если вдруг у кого-то есть гравийник вы в питере дайте попробовать на нем покатать может быть за день пойдет когда катал себя в никеле у нас в области у меня был двухподвес и знакомые дяденька дал мне покататься шоссейник так я на нее на шоссейнике катал после двухподвеса очень хорошо у меня второе дыхание открылось уже легче гораздо правда и как я кайфовал после того как шоссейника пересел обратно на двухподвес едешь будто на диване просто как будто ты на смайкборде папа ощущение просто земля вот она гравийниках я вижу там ребята ставят есть какая-то специальная резина то есть скачивает по крышечке чтобы она хоть как-то работала подвесочкой но все равно я поставляю потому что творишься очень сильно но при этом при этом скорость и легкость хочется попробовать на своей шкуре понять мое ли это именно очередные контур уклоны вылетаем и едем небольшой участок по грунтовой дороге достаточно широкой вот в таких моментах есть возможность попить может быть что-то съесть я с собой не стал ничего брать из еды понимаешь в принципе что это такое 20 метров здесь можно и без воды в принципе но не решился без воды ехать очень неудобно пить из бутылки то есть руль не отпускаешь нельзя отпускать руль только здесь моменты получалось это сделать что-то как-то поленился и не решил брать свой гидратор хотя вот на такие гонки лучше иметь с собой конечно же гидра зубы вставил и поехал все время контролишь любой момент можно попить до небольшими глотками но при этом ты держишь руль и не уберешься с трассы если вдруг издавна что-то появится я перед гонкой единственное что выпил целый шейкер выпил спортивного питания с молочком тренировка тренировки гонка гонка я надо чтобы организм не голодал и соответственно и потом немножко по прикатывая асфальтику перед самим стартом я еще и жахнул бутылочку гуараны чтобы держать в тонусе себя сосуды вроде почитал перед гонкой что как работает гуарана как понял что она работает в принципе как кофе то есть сосуда по моему расширяющие соответственно кофе правда работает сразу быстро а гуарана она работает постепенно позволяет быть сконцентрированным там и там подобного но не знаю я не ощущаю как на себе вот эти вот химии что вот реально работает но если в это веришь можно в любой ну тем более такая маленькая гонка на сухую ехать может быть тот же самый эффект если что-то тупанул решил ехать по правой стороне что-то как-то я здесь очень сильно потерял но вместо того что просто проехать по накатанным по прямой ай дурак решил справа съехать в общем сильно здесь дальше будет пуск опасненьким кстати спереди видно было гонщика слева здесь вот он вроде бы поворот налево я что-то как-то тупанул и решил ехать подальше дальнему кругу соответственно потерял позицию точнее как просто время потерял хотя мог хорошо срезать в общем-то как-то проехал так соответственно вроде бы видно было впереди гонщика в красном но я что-то как-то его потерял а и вот внезапно выезжают финиша да это как-то это внезапно было выезжая к финишу вот впереди кончик красным начинаем догонять прошло такое я мне говорят что я вроде бы третье у меня появляется желание ехать дальше ехать никита пока нету кстати чё странно я уж думал что он сошел но он не сошел где-то там на меня набирает достаточно быстро вот но сзади никого не были по моему жену он уже меня добрал но они сейчас пока мы едем с польщика в красном очень-то там остановился но потом нашел дальше ехать соответственно мы едем вперед я пытаюсь на этих участках оторваться чтобы меня никого не сидела на колесе хотя потом я понял что вроде бы на колесе не будет сидеть здесь уже с учетом первого круга я понимаю что меня ждет и уже еду более так продуманно и с большим ходом первая мысль здесь это главное не убраться на том резком спуске и повороте к маленькому мосту все мысли о нем вот он спуск на котором много народу убиралась я здесь снижают очень аккуратненько вписываюсь и через мостик и дальше силы вроде бы есть силы вроде бы есть единственное что все-таки въел за загадился ехать уже крутить не так приятно как было это на первом круге сейчас на мелких скоростях очень все хрустит но пока есть большие такие скоростные проезды здесь вроде бы не хрустит на самом деле вроде бы кажется как будто не едут 20 километров 25 но нифига по ощущениям по мягкой земле с забитой покрышкой ехалась как-то совсем взяла то я не знаю ехал короче желе какой наверно надо поменьше комментировать второй круг в принципе вы все уже поняли буду далее комментировать интересные моменты а дальше будут интересные моменты и более скоростные дальше будет борьба тут повторил траекторию никиты у него что она была хреновка соответственно чем больше кругов тем трасса больше разбивается кончиками кто-то она появилась в рамках кто-то кто-то отличный как easter кстати вот есть же такая тема как круговое педалирование я не знаю в лесах она у меня не получается ну вообще круговое педалирование это только по моему профессионал умеет делать то есть это достаточно тяжелая техника которую нужно уметь правильно делать вот но например когда я катаю по асфальту на прямых участках когда я хочу спринтануть я делаю пытаюсь сделать какое-то подобие кругового педалирования и это дает такое ускорение охрененную то есть но это нужно правильно делать и в таком случае скорость твоя на трассе возить просто в разы увеличивается я думаю те кто ездит вот в лидерах они умеют эту технику использовать вот а я в основном таких гонку по картоль так давлю давлю на прямых и подтягиваю вот они все время давят и подтягиваются мощность на скорости впереди начинают догонять из уставших кончиков сразу ехать веселее видно потому как кончик едешь он не особо педалирует устал поэтому я понимаю что с ним в принципе бороться не придется даже слева спасибо такие моменты проверяю когда обгоняют работа уставшего здесь по себе знаю что если тебя кто-то начинает догонять есть есть такой момент когда хочется зацепиться за колесо и не ходить с этим человеком пока есть силы поэтому я стараюсь соперником такого шанса не предоставлять по возможности здесь у него самого силы хватает здесь кстати чуть не улетел не рассчитал вроде сказал что буду молчать вторую часть данного как-то не затыкать ну уж извините кстати из интерес до этой гонки я ехал очень классно марафон он называется мустотон он проходит в мурманской области на полуострове средний это очень классная гонка очень личная очень зрелищная там классные виды вид на море крутые спуски подъем в перевал спуск с перевала там скорости очень бешеные трасса в основном гравийная кстати хорошо сейчас зашел хорошо зашел а трасса там в основном автомобильная то есть гравийная там ездят джипы с погодой очень повезло было классно продолжаю погоду когда тут на севере очень тепло жарко даже можно сказать жарко было там настолько что я три раза прыгал в лужи лужи такие чистые полностью ныряя в них чтобы охладиться потому что в подъем пекло там многие гонщики там просто сгорали и в той гонке в своей категории я приехал восьмой то есть это для меня очень крутой результат я улучшил на 40 минут результат своего прошлого года на гонке вот на этой сейчас еду вот этот вот подъем он какой-то самый тяжелый для из всех я вот не знаю вроде бы летишь летишь и потом вот этот вот небольшой затяжной подъемчик с корнями но у меня на нем постоянно не было сил ушатанный был на втором круге уже лучше захожу в эти повороты после тикеров не знаю как вы но я сейчас я сижу комментирую это видео и в повороты тоже нагибаюсь как будто я сам снова еду вот этот самый большой по моему тамплинчик тикер из всех айп или нет или еще какой-то был да там дальше еще будет парочка интересно вот нужно уметь вот на таких синглах очень правильно траектории потому что чуть-чуть влево съехал чуть-чуть вправо и ты все у тебя скорость просто в пустоту наезжаешь на эту зелень мог иметь проваливается и все и буксуешь не на той передачи который хотел так вот это вот место на прошлом круге я здесь застрял да здесь опять тоже застрял ну да не у не выходит мне подъемчик заехать нормально еще и отдыхаю очень долго не совсем расслабился хочу еще у себя натренировать вот эта способность такую когда ты поднимаешься в подъем и после подъема какое-то время активно педалируешь вот меня нагнал таки никита уже ехать дальше будет веселее интереснее в общем хочу научиться когда заезжаешь такой долгий подъем во-первых понимаешь да это тяжело но потом какое-то время нужно еще пострадать разогнаться и поддерживать свой я пока вот так не умею а это очень хороший навык позволяет хорошо оторваться момент метрика показывает какие-то детские скорости что типа 7 километров это бред у нас хорошая скорость не 7 километров я в этой гонке ни разу не посмотрел на велокомпьютер и что-то как-то силы не не подстраивал короче под дистанцию соответственно обычно последний километр там высматриваешь по велокомпьютеру смотришь когда стартануть если не помнишь трассу трассу я не помню каждый раз выезд на финиш для меня было неожиданно я не был готов потому что я вот и это уже финиш а там выезд на финиш он такой резкий спуск вода и потом резко в подъем и это все по мягкой земле которая вот если ты не найди не увидишь заранее правильную траекторию ты там просто зароешься вот классный трамплин был да 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 вот я про него здесь когда ты так едешь близко на таких трассах перед тем перед тобой и гонщик ты должен быть в нем уверен что он не затормозит в такие моменты иначе это будет завал но в принципе я гонщика перед собой знаю соответственно знаю что он способен понимаешь и так спокойно еду прямо очень близко на гонщика сразу видно что ехать вдвоем как стало веселее и не начинаю догонять не особо отстаю и не особо отпускаю вот здесь вот немножко отпустил думал проеду но не не получит пришлось спешиваться но эти два дерева я точно вижу я их могу проехать но здесь нужно очень прямо заехать в эти деревни как прям чтобы просто там миллиметраж очень жестко соблюсти потому что у меня там ширина руля но она прям прям жестко прийти рычку ну либо вернуть на корень на корнях вилять польских как уже показала практика не очень хочется легко нагоняю хотя я был небольшой разрыв но в подвес об отрабатывает хорошо по крышечке для себя то кстати от вот отмечаю еду за гонщиком да и видно что он встает в подъемы и в принципе в эти моменты от меня отрывается хорошо как бы для себя беру такие вот моменты до заметку надо тоже так делать надо вставать хотя вот опять же я его догоняю после таких моментов после таких отрывов но все вроде это хороший буст для скорости осень кстати осень заметил подкрадывается незаметно желтенькие листочки лежат напомню у нас сегодня было 11 а вот мост которым я думал что упал и думаю твой ну от греха подальше я лучше проеду здесь бог оказывается это не тот мост это тоже ебнулся на котором я упал будет дальше скользкий мост а этот мост кстати я не поехал по какой причине я заметил что там есть дыры не хотелось там колесом застрел поэтому все время объезжал до теряешь скорости но я бы эту дырку точно вы проехал на маску но нужно к этому будет опять же нужно перепрыгнуть ее вовремя когда у тебя пульс там уже дыхалка там нужен нет мой любимый с 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 но не понимаю когда будет этот чертов конец раз поэтому едем очень близко и в данный момент я на самом деле даже не планировал обгонять не было и так кайфово на одной видяшки классный заснял вот второй мостик на котором я убрался в этот раз я это учел и тот самый дурацкий поворот вот это вот вот здесь вот это дерево справа я его аккуратненько проехал никита тоже едет впереди он знает что я его буду атаковать на финише поэтому он некоторые моменты не особо гонит экономит силы понимает что я сижу на хвосте отдыхаю не знаю может быть он и пытался меня как раздергать но я не заметил и замечал кстати по погоде было сначала было солнышко а вот потом было пасмурно а когда я уже собирался уезжать там начало хорошенько громыхать и черные-черные ключи я думаю если кто-то еще ехал там третий-четвертый круг они наверное попали еще и в дождик причем на не просто в дождик а там наверно ливень судя по грому так мы уже проехали 9 километров осталось всего два где-то ну два-три соответственно я это не понимаю впереди не видим каких-то гонщиков едут очень медленно я понимаю что мы с ним теперь точно догоняем ребята нас пропускают видимо тоже наработались уже кстати ребята с полного круга просто лихо обогнал меня я еще и в него сам не пилился не сразу заметил соответственно он не кричал поэтому я что-то здесь замешкался задергался понял что надо срочно догонять иначе никита сядет на колесо к тому гонщику сильным и я потом его френ догоню какое-то время какое-то время деду за чуваком вроде никита впереди вижу понимая что он на колесо не смог съесть сил тоже нет уже поэтому ищу момент еще момента чтобы обогнать вот это вагонщика проехать спасибо сразу же включая чтобы догнать никиту потому что если его отпустить все это фанат сразу 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 не даем ему оторваться догоняем далеко у тебя успел что-то далее пропускаю еще сзади сейчас будет догонишь почти здесь ребята страйкболисты у меня такая мысль ребятах плачу тысячи рублей уберите соперников сначала думал что это реально военные тренируется а потом слышал звук привода но очень здесь крутые уклоны достаточно скоростные участки видно было да сейчас как на корнях летают в сторону колеса и если ты не особо к этому готов можно очень хорошо убраться вот это вот дерево на него нужно заезжать максимально регулярно если ты заешь по диагонали соответственно просто упадешь это уже финальные спуски по моему просто так внезапно таки вот туда сюда повороты влево вправо а потом оказывается бац и ты уже выезжаешь на финишную прямую пока это не она но опять же для меня было это очень если мы ребят как-то они неожиданно вылетели я опять же не убрался опять же здесь понимаю что сейчас эти товарищи никиту блин подстегнут не дай бог а там сядет на колесо и все но они очень хорошо хотели просто вот здесь место где-то тупо новый поехал справа в этот раз нормально поехал здесь меня вот совесть зараза такая доложила я здесь мог никиту обогнать мог срезать вот здесь вот в этом моменте на спуске вот слева флажок и здесь можно в принципе вроде бы можно срезать флажок висит чему нет но решил ладно думаю еду по внешнему радиус хотя вот этот участок это финишная шерпина побери это уже киеве здесь бы он меня не догнал и вот он выезд финишную прямую здесь сейчас будет борьба я готов атаковать и вот в этом каше меня срывается раз и далее отстегивается и я понимаю все момент очень обидно было ах педаль сорвалась только не гордайте финишный створ я же не четвертый я помню там у второго круга второй второй третий отходим отходим и третий да спросил какое у меня место понял что четвертое жалко конечно но это было весело и после того как повалялся поехал домой всем спасибо спасибо